Стоимость пакета молока на пути от фермы до магазина увеличивается более чем в два раза. Такие данные приводит счетная палата России за последний год. Молоко могло бы быть дешевле, но с учетом издержек переработчиков и розничных продавцов увеличение стоимости в два раза оправданно, считают эксперты. Как на этом фоне чувствуют себя тюменские производители молока? Моим коллегам рассказал начальник управления по животноводству областного департамента АПК Рустам Бетляев. Мы все ходим с вами в магазины и видим, что ситуация в последнее время несколько изменилась. Я говорю о ценах на молоко. Молочные продукты поднялись, несколько поднялись. Значит ли это, что наши производители молока тоже стали получать больше? Нет, это не произошло. На сегодняшний день закупочная цена на молоко-сырье практически не изменилась. К сожалению. Да, к большому сожалению. Мы производим много молока. Рынок переработчиков достаточно сильно монополизирован. Один из самых монополизированных рынков в России и в Тюменской области, к сожалению. Мы исправляем эту ситуацию, но это идет медленно. Мало того, за последние две недели, дважды, заходя на Михайловский рынок, мы с супругой не могли купить масла сливочного. Наша продукция очень востребована за пределами области, потому что себя там, слава богу, обеспечиваем. Но большие партии уходят, так сказать, в другие регионы. Это отрадно. Надеюсь, что это в конечном итоге даст нашим аграриям дополнительные деньги в виде роста цен на молоко. В себестоимость молока в том числе входит и различные добавки, лекарственные препараты, могу предположить, импортного производства. Цены-то давно поменялись уже. А как же они выживают-то в этой ситуации? Средний, так сказать, пакет препаратов медицинских, препаратов по уходу за животными, белковых добавок, он вырос от двух до пяти раз. Я надеюсь, что понимание, что мы в одной лодке и производители молока, и переработчики, и те, кто торгует молочными продуктами, оно все-таки более настойчиво будет стучаться в сознание всех людей. Думаю, что в ближайшее время удастся несколько повысить цену на сырье. Во всяком случае, надежда на это есть. Продолжение следует...